Вчера, в очень важном состоянии, после 8 дн. полу, был знаменитый лидер автора Майдана Булатка. Эта мужчина была выкрадена 22 сентября, за схемой, за которую был выкраден Игорь Лицаренко Юрий Георгиевский. И протягом этого времени, над ним сначала, его катывали, его подвиживали, и он выкрадывал все эти фортури. Сейчас вы знаете, что он находится в важном состоянии лекарства. Я хочу обратить ваше внимание, что в Украине произошло увеличение силовых структур и криминалитетов, которые действуют как одно группирование, используя криминалитет для убийств и зарядок, для поджоги машин, используют криминалитет для создания провокаций и небезпеки для життя громадян. Это происходит щодня, как в альтернативных заходах, как в Евромайдане, так и обычных, щоденных провокаций, которые обычно происходят в ночи. В сих регионах чиновлага, силовые структуры, используют криминалитеты для борьбы с оппозицией, для борьбы с властным народом. Я хочу обратить ваше внимание, что в Украине, как в Киеве, так и в регионах сотни людей, активистов протестного руха, а просто випадковых людей, которые участвуют в том, что происходит в Украине, за что борются украинские народы. Сотни людей в Киеве и регионах кинули изражения, без каких-то представ и юридических аргументаций. Щодо активистов Евромайдана в открытых тысячи фальшивых криминальных справ. В то же время, в то же время, жодный працівник силовых структур, который бы был или была людьми, который бы принимал участие в катывании активистов Евромайдана, что бачила вся страна, что бачил весь мир. Жодный из этих силовиков, не притягнутый до відповідальности, навіть не затриманный. Жодный представитель криминального группирования, або передягнутый милиционер, который выкрадал людей, катывал людей, убивал, как говорит Юлия Верлинского, который катывал Игоря Луценко, Дмитра Булатова. Жодный из них не затриманный и не несет ни покарания, ни предповідальности. Почему? Потому что за синцем стоять ладо. Потому что уже не можно разделить криминал из силовой структуры, которые работают как одна подружная корзвачильная урахование. Жодный из них не затриманный, працанниками Министерства 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 Министерства. Министерства 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 М В этих кримовых справах, в этих злочинах, в мобильствах и катуваниях. Без посередине участь. И еще не будет доведено, пока злочинцы не сядут на налоговый суд. Я хочу вас поинформовать, что наши специалисты в штате Медсанами Спросовы начинают проводить инфраструктивные расследования этих злочин. Я хочу вас заметить, что ни злочинцев в мобильных в мобильствах наших гражданин, наших фактически, в них в катувании патриотов в Украине, не сохраняется от покарания. Я... Можете дать тут немножко... Почему вы вызываете? Что это означает? Вы будете продолжать переговоры с Яномковичем, или уже переговоры закончены? Или есть сенс продолжать переговоры? Я не понимаю контекста вопроса. Я хочу высказать, шановые гостиные незадлежные законы. Я стал совершен от пресса. Я стал совершен от пресс. Как это то вы... Я сейчас... Я посаду Медсану. Я сейчас сделаю подписываться с Яномковичем, с Украиной. Террор против властного народа. Влада продолжает все делать, в частности, посылочные структуры, чтобы взорвать мирный шаг о реализации страшного конфликта противостояния Киев-Украины. И я уверен, что в любом случае, чтобы не регулировать, победа будет за Украину, за украинские народы, которого не удастся больше поставить на Киев. А кто уйдет в общественное орган, который будет проводить альтернативное расследование? У нас достатная количество высокопрофессийных, Киевский мотив, и Министерство, Главство, и Службе безопасности. Поэтому, я думаю, что у нас достатная альтернативность, и сейчас проводят достаточно активную работу в своем направлении, и сможет систематизировать эту работу. Это и генерал Герема, это и генерал Меджин Мехер, то есть те люди, которые способны работать фактором. Работу, как я сказал. 4 января состоится Рада? В феврале. В феврале, в феврале до Конституции, должен быть начатка работы Верховной Рады Украины. И я хочу сказать, что Верховная Рада, если есть еще шанс, принять участь в развязании объектов, они повышены ситуации, как сегодня будет. Верховная Рады Украины. Александр Владимирович, что вы говорите, что переговоры будут продолжены, и планируют? Что эта оппозиция дать место на этих переговорах правому сектору, я думаю, что это просит? Верховная Рады Украины. Это основная позиция, которая проводится в процессе. Тут нет импровизации. Что касается участников переговорного процесса, то мы же с вами хотим отрабатывать результат. Это не должно перетвориться на митинг, а на спортивную организацию. Это очень сложно. Но это не только для того, а и для того, что я считаю, что достаточно предпрезентована переговорная группа. И еще вопрос, что результаты переговоров, на жаль, зависит от количества участников с боку Майдана, не от количества переговорщиков с боку оппозиции, а в инпозиции одния людьми это президент Украины Виктор Янукович. В инпозиции одния людьми зависит с сегодняшним, або в митинге шляху, будет связано, або в иншем шляху, а в инпозиции будет связано. Это достаточно автономная организация. И сегодня вы сказали, что вы говорите, что вы посадите в формат три лидера оппозиции без залучения форматских обеспечений в Майдан. Здесь нет противоречия, где три лидера не подбирают Майдан и не наказывают что делать? Что вы не говорите? Вы знаете, что на сегодняшний день не проходят переговоры. Они проходят, скажем так, не системно. И это не вопрос о лидерах оппозиции. Я хочу еще раз повторить то, что я сказал, что позиция на переговорах формуется не окремой политической силы, левым или правым сектором, не окремой корпоративной группы. Это публичная позиция, которая проголошена на Майдане. Я думаю, что других позиций на переговорах не может быть. Никто с участниками переговорного процесса не имеет права решить свои свои собственные интересы или свои собственные позиции довести до наших оппонентов. Есть узагальна позиция, есть узагальна директива, которая и является предметом переговоров с боку оппонентов. Правильная позиция не пустит. Просто скажите, так чинно. Я еще раз повторю, скажу, кого пускати, кого не пускати, не видишь, что я. И не видишь, что я. И не видишь, что я. Это позиция, которая вы решили, что не видишь, как на Майдане. Как это происходит, вы можете увидеть и начать. Будь ласка. Будь ласка, остальное вопрос. Перший заступник, главного обслужащего управления локалом заявил про то, что в результате вилучения серверов из офиса Батьківщины подтверждается информация про то, что силовый вариант развития подий на Майдане и все акции они готовились Батьківщиной за стену. Коментуйте это вопрос. Вы помните те кадры, которые прошли по многим телеканалам, когда Беркут или какие-то подразделы Министерства выключенных справ напали на офисе Батьківщины и фактически пограбовали его, вырвавши из сервера, вырвавши технику из помещения, где она знакомилась. Долгий час Министерство выключенных справ рассказывало что она не была с нашего офиса самая конкретная офиска, который находится на улице Турильская 13. И такие заявы во-первых, спросили в прошлом их предупреждение о том, что в обществе Батьківщине не проводилось. По-другому, это большой комплимент Батьківщине, что все организовала фанат, что именно Батьківщина организовала все протестные акции. Но вы знаете, я думаю, что те люди, которые стоят на Майдане, все украинцы, которые понимают, за что они борются как в Киеве, так и в Северном Германии, что тут вопрос не в Батьківщине. Это вопрос, которое стоит о существовании украинского народа, украинского и украинского государства. Это вопрос, быть или не быть в Украине демократичной страной. Это вопрос, о существовании конституционного влада в Украине, права и именно потому, что это организовала Батьківщина. Поэтому, конечно, эта дешевая пропаганда мне даже не цякала. А их заявление для чего не важно. И только еще раз я начинал нашу разговор, что силовые структури скерованы исключительно на борьбу с оппонентами режимами, исключительно на борьбу с властными народами и тими политическими силами, которые вместе с нашими народами захищают Украину. На борьбу с злочинами, на борьбу с грузами, с тими, кто катает людей, кто скучает людей, силовые структури церкву не проводят. Больше того, они сами организовывают все страшные злочины. дякую. Дякую.